Друзья, лодка, пирс, речка, романтика настоящая. Кто-то подумает, что это просто вид активного отдыха. Но на самом деле это олимпийский вид спорта, где задействовано 95% всех мышц. А свой путь к педесталу спортсмены начинают с раннего детства. Сегодня в нашем обзоре академическая гребля. Говорим о плюсах и минусах. Меня зовут Марат Тукатов. Поехали! Академическая гребля Академическая гребля – один из самых красивых видов спорта на воде. Дорогой, элитный, с богатой историей и олимпийским статусом. К сожалению, в Казахстане гребля пока не очень популярна. Во многом из-за климата и отсутствия специализированных водоемов. И тренеры, и спортсмены уже долгие годы живут в ожидании олимпийского грибного канала. Стремительно развивается вид спорта в Туркестанской области. В этом году построили международный олимпийский канал. Надеюсь, в следующем году будем уже выступать. Все республиканского значения, все соревнования будем проводить на олимпийском канале. То есть раньше такого у нас не было в Казахстане? Мы читаем только об этом. Все соревнования проводились на городе Тимиртал, Самаркандское водохранилище. То есть там акватория позволяет. Но опять же нету, как на международных соревнованиях, дорожек натянутых. Есть свои минусы. Грибной канал в Туркестане пока достроен наполовину и лишь отдаленно напоминает грандиозный проект. Но уже в следующем году тут появятся трибуны, гостиничные комплексы и другие сооружения. По словам специалистов, у грибцов будут все условия как для качественных тренировок, так и для проведения крупных соревнований. Например, если Британию взять, то там это в ранге национальных видов спорта находится. Да, кстати, и в Америке это тоже достаточно такой серьезный и популярный вид спорта. Это позволяет ухаживать и уделять внимание состоянию водоемов. То есть рек, озер, когда они содержатся в чистоте, они не превращаются в какие-то места скопления мусора. Столичной секции по грибному спорту почти 50 лет. Это если не учитывать паузу, которая была после 91-го года. Тогда в целом в спортивной сфере произошел упадок. С 2001 года, благодаря строительству канала, грибля снова начала развиваться. Лето очень мало, короткое. Мы на воде проводим очень мало времени, 3-4 месяца. Когда уже наступает зима, холодно, уже на воде невозможно тренироваться. Основная сборная города начинает выезжать на сборы в такие страны, как Узбекистан, Найску, Турбизи. Ребята помладше остаются здесь. Также они не остаются без дела. У нас есть тренажерный зал, у нас есть свои лыжи. То есть помимо занятий на воде, есть еще и занятия на сушу, да? И что это включает в себя? Так как в грибле задействуется 95% мышц, дистанция у нас не короткая и не марафонская, а 2 километра. То есть нужно нам развить каждую зону. И стартовую, и силовую, и силовую выносливость, и общую выносливость. Поэтому спектр упражнений очень большой. А желающих много заниматься? Желающих, ну, в основном это в летний период. Потому что люди приходят на канал, видят, что вот грибут дети в лодках, как бы, в основном летний период. Зимой учеба у всех. Но набор, как бы, происходит, да. Это помещение называется «Грибная ванна». И в стране только два таких тренажера. В Тимиртау и в Нурсултане. Начинающие спортсмены учатся здесь чувствовать лодку, воду и, самое главное, весло. Это только кажется, что достаточно грубой силы. На самом деле важна чувствительная работа рук. Очень удобно перед тем, как человек еще не сидел на воде, как бы, прийти сюда, обучить его здесь правильной технике, правильному держанию весла в руках. В отличие от гребли на каное, где спортсмены смотрят вперед, в академической гребцы сидят спиной к направлению движения. Ноги закреплены к лодке, а сидение скользит по рельсам вперед и назад. Сама лодка стоит, понятное дело, из корпуса. В котором располагается такой, как отвод, подножка, баночка, полоски. Также есть вертлюг, это уже часть, в которую вставляется весло, чтобы вести. Подножка – это обувь, куда вставляются ноги, чтобы ты не выпал из лодки, не вылетел. Академическая гребля по своей дороговизне чем-то напоминает автомобильные гонки, гольф и лошадиные скачки. Ведь стоимость одной лодки начинается от 10 тысяч долларов. В Казахстане все снаряжение спортсменам предоставляет государство. Занятия в секциях тоже бесплатные. Взамен гребцы должны показывать результаты. Но зачастую они проигрывают еще на суше. У нас в Казахстане, в принципе, нету мирового уровня лодок. Мы все гоняемся на лодках производства Китая и России. Лодки, на которых гоняются на Олимпийских играх, на чемпионатах мира – это лодки производства Германии и Италии. Олимпийская дистанция в академической гребле – 2000 метров. Разделения происходят по лодкам. Бывают одиночные, парные, четверные и восьмерки. Только у восьмерок есть рулевой, который управляет лодкой. Это как в фильмах, знаете, бывает, когда в барабан стучит один управляющий. Здесь можно тоже поставить барабан, и это будет, мне кажется, не лишним. Там, к сожалению, барабан некуда будет ставить. Есть свои правила, то есть рулевой должен быть не меньше 50 килограмм. Больше – пожалуйста. То есть это уже сложнее будет для команды. То есть на скорость влияет это все? Конечно. Гребцы всегда привлекают внимание. Они как украшения для городских пейзажей. При этом визуально у них все получается довольно легко. Хотя сесть и сразу поплыть, не имея навыков, практически невозможно. Первый раз, когда человек садится в лодку, это нереально. Потому что техника, координация, баланс, все, чтобы это удержать, это нужно реально практиковаться. Не бывало еще такого, чтобы человек прям сел и сразу начал грести. За час занятий гребцы сжигают больше 500 килокалорий. Ровно столько же сжигаются при интенсивном плавании. Некоторые движения из академической гребли даже стали основой для крусфита. Для сердечно-сосудистой системы ритмическая нагрузка гораздо эффективнее, чем какие-то такие рваные нагрузки, условно так называемые. Это вот первое. Второе – это замечательная нагрузка на скелетно-мышечную систему. То есть вот мы с вами знаем, что ребята, которые занимаются академической греблей, это достаточно такие крепкие ребята, то есть вот где работает торс, ноги хорошо работают. В секцию гребли принимают не всех. Здесь очень важны физические данные. Другая проблема, что мало кто знает об этом виде спорта. Поэтому большого выбора у тренеров нет. Желательно по антропометрии здесь более высокие ребята нужны, то есть амплитуда гребка больше, будет легче грести. Но я вот, несмотря на свой рост, остался здесь, добился определенных результатов. Лодки мы сами таскаем. Ну, понятное дело, это одиночка, она еще не такая тяжелая. Есть уже двойки, четверки, там, понятное дело, с ними имеются проблемы не только из-за тяжести, но и из-за их длины. Мы на Ишиме, мы ходим только утром по всей длине Ишима, а все пароходы только в вечернее время начинают двигаться, поэтому проблем нету. Многим нравится, многие, когда смотрят, на камеры постоянно снимают, интересно. Следующим делом, понятно, идет постановка весел. Первое весло ставится то, которое идет на берегу, чтобы лодка не уходила от плота, не наклонялась, не набирала воду в отводы и все остальное. Закручивается обязательно, потом идет второе весло. Во-первых, это нахождение свежего в воздухе, а во-вторых, и, наверное, более главное, это воздействие воды. То есть человек, когда взаимодействует с водой, любой его взаимодействие с водой можно назвать закаливанием. А это уже кадры соревнований канаистов. В середине августа казахстанец Виктор Степанов сенсационно выиграл бронзу чемпионата мира на дистанции 200 метров, уступив всего 19 сотых секунды победителю Алексею Колядичу из Польши. В последний раз наши грибцы брали медали чемпионатов мира 17 лет назад. Канаист Жо Марцеттубалген стал третьим на этой же дистанции. Неплохие результаты показывают и академисты, которые регулярно отбираются на Олимпийские игры. У них пока нет специальных грибных каналов, современных лодок или базы, как у европейских сборных. Но есть огромное желание бороться и побеждать. Остается только дождаться условий, и уже тогда можно ждать новых вершин от спортсменов.